как бы я уже цилиндр рубашку эту подрезал ну пока вот это не стал отрезать она пока не мешает я просто ее оставил чтобы пока ориентироваться какая она была длиной то есть это вот эта пипка она спереди мотора вот здесь вот вставляется между щек коленвала и как бы пока ничего не мешает сейчас сейчас я во дружу и посмотрим что тут получилось вот она очень важная тема по шпилькам чуть-чуть не пролазит можно сделать вот сюда шпильки из шестерки из очень тонкого из шестерки то есть вот здесь вот эти отверстия забить туда гужоны типа и в и в них тоже можно просверлиться и зарезать резьбу новую как бы по вот этой вот штуки можно алюмишку заплавить и перерезать так вот а ну я пока попробую на тонких шпильках как бы они тонкие шпильки они там вот так входят потом здесь чуть-чуть я рассверлю вот может они так вот она перекосяк встанут и это и цилиндр притянется как бы не будет ни прыгать не сдвигаться ничего направление у него очень плотное он еле еле входит в корпус значит вставили юбка подрезана теперь она здесь полностью садится и здесь как бы нужно какая-то все-таки прокладочка поднять все-таки ну пока вот вот полностью до упора опускаем смотрим что тут получается так делами ключ на 14 ход поршня естественно недостаточный у этого коленвала поэтому окна он не будет естественно открою если ход 45 миллиметров здесь у поршневой то естественно он полностью открывать не будет вот вот такая вот история вот вот мертвая . проход то есть он там окна практически не открывает опять же если прокладочку вот так вот подложить сюда повыше вот так задрать поршневую задрать то есть как бы все красиво вот так вот оставим сейчас сейчас положу обопру и покручу мотор как бы вот окна открытые вот идеальное положение поршень полностью открывает выпуск но нужно повертеть вот он зазор получается 5 миллиметров ну это точно 5 миллиметров есть сейчас вот вот так вот покрутим и посмотрим что здесь получится сейчас кручу верчу обмануть всех хочу вот так вот ну вот 5 миллиметров те же самые 5 миллиметров недоход то есть недоход 5 миллиметров вот он тоже опускаем 5 миллиметров смотрим опа а тут все по красоте тут вообще все по красоте недоход здесь а один миллиметр ну если сюда нормальную голову впендюлить с поджатой степенью сжатия как бы вот этот недоход он будет являться частью камеры частью вот этой камеры как бы пока все нормально вот такая история а분ея а а а